Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Все на работу. Спустя два месяца после пожара шины возвращают с простоя всех сотрудников. Предъявляем свои требования. Жители Волщиха добились проведения митинга за перезагрузку местной медицины. И у них есть свои условия. 30 тысяч человек посетили главную масленицу края в Новотырышкино. Чем баловали гостей? Бейчане снова собираются добиваться проведения митинга против роста тарифов на услуги ЖКХ. Организаторы в очередной раз намерены обжаловать в суде отказ местных властей на протест в центре города. Мэрия Наукограда не согласовывала места для мероприятия уже в третий раз. Но жители Бийска по-прежнему намереваются провести митинг не где-нибудь, а на главной площади Наукограда. А власти все так же настойчиво в своей позиции предлагают перенести мероприятие на площадку ульнокомбината, что в 9 километрах от центра города. Причины для переноса на периферию, говорят организаторы акции, власти выбирают самые несуразные. В последний раз отказали представителям женского движения в связи с тем, что в центральной парке в бульваре Петра Первого якобы нельзя оказать медицинские услуги, не может подъехать туда скорая. В предыдущий раз инвалиды по зрению не услышат сигнала светофора, а до этого дети якобы могут психологическую травму оказываться от митинга получить. Тяжба между организаторами митинга и администрацией Бийска продолжается вот уже два месяца. Все это время активисты по выходным проводят одиночные, либо небольшие по числу участников пикеты в гайд-парках города. Их согласовывать с администрацией не требуется. А жители Волчихинского района все же добились проведения митинга. В числе их требований – укомплектование штата местной ЦРБ, оснащение физиокабинетов в сельских ФАПах и проверка декларации бывшего главного врача центральной районной больницы. Напомним, ранее жители подавали в администрацию района заявку на проведение митинга 19 февраля, однако получили отказ. На предстоящем мероприятии 5 марта в Волчихинске выдвигают ряд новых требований. Требуем от Министерства здравоохранения Алтайского края незамедлительно принять меры по укомплектованию Волчихинского ЦРБ необходимым количеством медицинского персонала. Значит, главного врача, руководством которого будут согласны работа персонал, представить для ознакомления сведения по ремонту Волчихинского ЦРБ. Среди требований также открытие стационарного отделения Солоновской больницы, оборудование физиокабинетов в сельских ФАПах, проверка декларации бывшего главврача, а также другой документации с соответствующими органами. На митинг заявлено 500 человек. Напомним, бывший главврач ЦРБ Татьяна Харлова освобождена от должности, но продолжает работать в качестве штатного гинеколога. С 19 февраля ее обязанности исполняет заместитель Наталья Алехина. Добавим также, что санкционированный митинг пройдет 5 марта в 11.30 в Волчихе на площади Мира. В Новоалтайске показали, как выглядит новая стоматология для детей. В городе ждут открытия филиала Краевой детской стоматологической поликлиники. Ежедневно там планируют принимать до 100 человек в день. Это будут маленькие пациенты из самого Новоалтайска, а также близлежащих районов, продолжит Ирина Корчагина. Это анимационная игрушка, с помощью которой мы проводим уроки гигиены для детей в детских садах, в школах. Так маленький пациент поймет, как выглядит полость рта, где повреждены зубы. А во время лечения ребенок сможет смотреть мультфильмы. В Новоалтайске все уже почти готово к открытию. Это будет филиал Краевой детской стоматологической поликлиники. Здесь будут принимать не только детей из Новоалтайска, но и маленьких жителей близлежащих районов – Первомайского, Тальминского, Заринского. Стоматологи есть не везде детские. И, к сожалению, не везде есть замкнутый цикл обращений детей, где будет диагностика проведена качественная, ортодонтический прием, хирургический. Также в этом филиале планируется открытие малой операционной, где детей мы будем лечить во сне. Когда-то в этом здании была аптека, а еще раньше – станция переливания крови. Когда строители зашли на объект, в подвале стояли лужи по колено. Крыши и окна уже не справлялись со своим функционалом. Инженерные сети разрушены полностью. Ремонт начался в 2021 году. По факту подрядчик оставил только несущие стены и перекрытия. С проблемами здесь столкнулись в прошлом году, когда речь зашла о закупке оборудования. Успели запрыгнуть в последний вагон. Медицинские газы, кондиционирование, охранка, пожарка, видеонаблюдение. На этом этапе подрядчик маленечко понервничал, потому что из-за того, что введены санкции в стране, проектная документация заложена была довольно-таки. Оборудование серьезное, дорогостоящее, и поставщики с рынка ушли. Поэтому пришлось потратить время и силы. Дальше, надеюсь, все наладится. Российские производители будут что-то свое изобретать. Кстати, в поликлинике обещают, что проблем с записью и очередями не должно быть. Ведь теперь получится разгрузить и саму краевую больницу. Эта запись будет также через мессенджеры, по телефону, ну и по приезду в день обращения. То есть не надо будет сначала идти в свою больницу? Я думаю, что напрямую к нам. Сейчас в здании идет настройка оборудования, в том числе в самом сердце поликлиники. Это пульт управления. А уже в ближайшие месяцы здесь примут первых маленьких пациентов. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Два новеньких Калашникова. Не настоящие, конечно, но абсолютные копии. Теперь в распоряжении юно-армейцев Барнаульского архитектурно-строительного колледжа. На его базе планируют создать центр допризывной подготовки для учащихся колледжей и техникумов. Подробности в сюжете. В архитектурно-строительном колледже два военно-патриотических клуба. История русских витязей насчитывает больше полувека, а пару лет назад появился еще один воин. Сейчас в его составе уже 47 человек. И желающих попасть туда становится только больше. Вот так посмотрят, придут кто на мероприятие, приходят, говорят, возьмите. Мы стеснялись очень долго говорить это слово патриотизм. На самом деле не надо этого стесняться. И ребятам это нужно объяснять. Друг за другом воины стоят горой. И во многом это причина побед в многочисленных соревнованиях. В прошлом году они выиграли региональный этап всероссийской игры «Победа». Позже четверо юнормейцев участвовали во всероссийском финале в Москве. В конце ноября 22-го уже две команды воинов заняли первые места в региональной игре «Орленок». Занятия у нас проходят через день. То есть один день мы занимаемся, другой отдыхаем. Каждый день мы разбираем, собираем автоматы, магазины, строевая, также физподготовка. Это подтягивания, отжимания, бег. Способны мы на многое. У нас поставили рекорд наши пацаны по разборке автомата почти за 19,5 секунд. Ты сколько раз разбирала автоматы? С первого курса, я на третьем сейчас. Любишь это дело? Да, очень нравится. Правда, автомат до недавних пор у ребят был один на всех. На днях получили подарок от депутата Государственной думы Александра Прокопьева. Два макета автомата Калашникова. Депутат поддержал идею, предложенную колледжем, создать на его базе единый центр допризывной подготовки. Я считаю, что в архитектурно-строительном колледже есть вся необходимая база. Я донес эту идею до нашего губернатора Виктора Петровича Томенко. Сегодня решил внести свой вклад в материально-техническую базу и передал для колледжа автоматы. Из администрации губернатора получен ответ. Уже ведется расчет объема финансирования и разработка документов. Вопрос создания на базе архитектурно-строительного колледжа Единого центра допризывной подготовки взят на контроль. Анастасия Драган, Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Шинозавод оправился от пожара, по крайней мере в кадровом плане. Все его сотрудники после простоя вышли на работу, сообщает Министерство промышленности и энергетики края. Напомним, крупный пожар на заводе произошел 9 декабря. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. Огонь уничтожил часть оборудования и значительно разрушил производственный цех. В нем готовили резиновую смесь для изготовления шин Нортека и Ярославского шинного завода. Больше тысячи работников предприятия тогда вынужденно отправили в простой. Правда, с сохранением части зарплаты. Спустя почти два месяца шинный завод вернул на рабочие места всех сотрудников. Это почти 2700 человек. Сейчас завод запустил пять резиносмесителей, пострадавших в пожаре, и договорился о получении резиновой смеси от других заводов России. И уже весной этого года на предприятии планируют вернуться к объемам производства 2022 года. Сотни незаконных свалок в крае смогут продолжить работу до 2026 года. Ранее закон требовал их закрыть до 23-го. Но на очередной сессии КЗС депутаты регионального парламента продлили срок службы этих полигонов. Однако не все из 500 запрещенных свалок в дальнейшем включат в перечень эксплуатируемых объектов, поскольку многие из них находятся на землях сельхозназначения. Таких 212 рассказали в Краевом министерстве природных ресурсов и экологии. За последние 4 года только 13 муниципальных образований края подавали документы на включение в этот перечень свалок на своей территории. Это позволило бы эксплуатировать полигоны легально. Но до согласования на федеральном уровне дошли документы только от 7 муниципалитетов. Остальные были оформлены неправильно. Минприроды России согласовал и вовсе только один объект – в Усть-Калманском районе. Как минимум 30 тысяч человек стали участниками фестиваля «Сибирская масленица», который прошел в минувшие выходные в селе Новотырышкино Смоленского района Алтайского края. Гости мероприятия выпили несколько тонн чая, съели горы блинов и увезли с собой немало ценных призов. О ходе и рекордах 16-й подсчета «Сибирской масленицы» расскажет Дмитрий Дроздов. Масленица для вас – это что? Масленица – это символ солнца, символ весны и праздника. Обязательно печем блины и всегда отмечаем масленицу. Поедание блинов, конкурс саней и конные скачки ценных пород лошадей, в том числе орловских рысаков. Программа «Масленицы» насыщена и разнообразна. Пока дети с восторгом катались на печи с емелей и сказки, взрослые танцевали и подпевали творческим коллективом. А также туристы проверяли свою точность и логику в игровой зоне от постоянных партнеров фестиваля – компании «Бочкари». «Такой размах, он делается полгода. То есть полгода кропотливой работы, мы там банера, артисты, все согласование, парковки, кто ест, куда идет. На площадке мы работаем неделю. Неделя идет застройки, потому что большие объемы и площадь, и реквизита очень много. То есть у нас там постепенно, так скажем, первые люди заехали неделю назад». Время от времени все согревались горячим чаем. Его разливали из самого большого в России самовара, объемов 415 литров. Самовар доставили на фестиваль аж из Свердловской области, то есть Урала. Но это не единственный рекорд с сибирской масленицы. Его организаторы установили на площадке подворья самый большой 11-метровый столб в России. Покорился не всем смельчакам, но тех, кто добрался до вершины, ждали приятные сюрпризы. Их участникам подготовили десятки алтайских предприятий-производителей, в том числе и давние друзья фестиваля компания «Бачкари». Из года в год она выступает одним из главных генеральных партнеров сибирской масленицы, поскольку на предприятии чтут народные традиции и призывают сохранять культурные ценности России. «Бачкари» ответственно подошли к подаркам для гостей. В игровых зонах туристы получали различные напитки от компании, а также предприятие выделило денежный приз в забеге «Русских троек». Попробовали уже много всего – блины, мясо. Все очень вкусно. Посмотрели скачки. Как скачки, кстати? Выиграл конь под именем Добрыня. Ставку делали на Добрыню. Очень весело, прикольно все, все веселятся. 16-я сибирская масленица собрала порядка 30 тысяч человек, и это только предварительные данные – число гостей, съеденных угощений и разыгранных призов. Организаторы еще подсчитывают. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Сибирская масленица объединила огромное число гостей и друзей фестиваля. Люди могли не только бесплатно отведать блины, гречневую кашу и шашлыки, но и приобрести различную продукцию от партнеров фестиваля. Например, такую представили торговые марки «Молочная сказка», «Лакт» и «Модест». Компания, которая их выпускает, провела еще и занимательный мастер-класс по изготовлению блинов. Попасть валенком в корзину, накачать шар и лопнуть его быстрее, чем твой оппонент. И получить за это приз от торговых марок «Молочная сказка», «Лакт» и «Модест». Подарки от Барнаульского молочного комбината получили сотни гостей фестиваля «Сибирская масленица». Помимо игровых зон, Барнаульское предприятие приготовило для участников народного разгуляя и свою продукцию. На автоладке масло, молоко, снежок, ряженка, кефир и много видов сыров. Масленица является важным для нас праздником. Почему? Потому что у нас есть главные ингредиенты для выпекания блинов. Это масло, это молоко, это сметанка, это творог. То есть весь ассортимент, который у нас имеется, он направлен на именно блинную неделю. Барнаульский молочный комбинат и «Молочная сказка» очень рады принимать участие в этом году на мероприятии «Масленица». Потому что после пандемии это первое мероприятие. Я думаю, что народ соскучился по этому мероприятию. Сегодня собралось очень много людей. Главный сюрприз от молочного комбината – мастер-класс по изготовлению блинов. Разные начинки для традиционного блюда от шеф-повара площадки. Все они из продукции производителя. Маняющий запах привлек народ мгновенно. И такие эмоции у каждого угостившегося вкусно покушали, активно отдохнули. И с продукцией торговых марок «Молочная сказка» и «Модест» счастливые отправились домой. Однако участников фестиваля «Сибирская Масленица» могло быть и больше, если бы не огромная пробка, которая началась за несколько километров от въезда на подворье. В Заторе многие люди провели по часу и больше, объехать его никак было нельзя, поэтому многие водители, у которых не выдержало терпения, разворачивались и уезжали. И это при том, что немало гостей ехало в Новотырочкино издалека. К примеру, то и дело встречались машины с номерами Новосибирской и Кемеровской областей. Надеемся, что на следующий год организаторы продумают логистику и «Сибирскую Масленицу» смогут посетить все желающие. Продолжение следует...